Приветствую вас, аноним. Жалко, что аноним. Хотелось бы к вам по имени, конечно, обратиться, но да ладно. Глобально у вас две проблемы. Первая это страх ошибки, как я думаю. Понятно, что тут могут быть другие варианты, но вот пока очевидно, что страх ошибки это то, что вас прям беспокоит, да, сильно достаточно. То есть для вас, грубо говоря, вообще существует такое вот понятие, как ошибка в принципе. Вот, это первое. И второе, что важно, это то, что вы, по моему мнению, стремитесь к контролю. То есть вы хотите все контролировать, вы ищете что-то надежное. Ну вот, конечно, это связано с тем, что вы себе не доверяете. Но связано, соответственно, доверяя себе, это связано с тем, что вы чувствуете себя не в безопасности, что вы чувствуете себе постоянно какую-то вот угрозу вам. И, соответственно, из-за этого все время стоит вопрос о том, как себя защитить. Ну, то, что вы себя защитить не можете в принципе, то, что вы себя в принципе не можете защитить, как не можете себя защитить, а вы полностью никто и нет, И, конечно, на это вы внимания, конечно же, не обращаете. Зря, потому что это реальность, это правда, что никто из меня себя защитить не может на сто процентов. И вы здесь пытаетесь сделать то, что в общем целом не по силу никому. Вот, почему? Ну, опять же, у вас есть проблемы с личными границами, у вас есть как бы вот эти вот трудности с защищенностью собственной. Вот, и вы как бы не доверяете себе. Что такое недоверие себе? Давайте об этом я еще подробнее скажу. Наверное, себе это не позволение себе реагировать, ну, как-то вот спонтанно, наверное, на какую-то там ситуацию. Именно спонтанно. Не позволение себе реагировать здесь и сейчас. То есть, понимаете, вот здесь и сейчас, в текущий, в настоящий момент вы не живете. Почему вы не живете здесь сначала, в настоящий, в текущий момент? Это вопрос, это вопрос, вопрос очень серьезный, почему вы не живете в настоящем, что вам мешает жить настоящим. Вот, ну, учиться жить настоящим, это то, что вам необходимо, уметь жить настоящим. Вот. Вот такие вот у вас глобальные проблемы. Несколько глобальных проблем. Теперь. 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 Столько minutes have. Несколько было. Пока. Вы пишите, что в целом человеку в песне, в целом, но в какие-то моменты вас, что называется, ситуация подводит немножко и вы успех теряете, ну, бросаете его, вот. Связано это, конечно, в первую очередь с тем, что для вас важно, то есть, допустим, когда вы, к примеру, ну, допустим, позиционируете свой диплом, например, или свою презентацию, вот, для вас это, может быть, обладает какой-то значим, значимым изъем, для вас это, может быть, обладает какой-то, важностью, вот оно, а все равно уровень и степень важностью, существенно, варьируется, вот, в зависимости от того, как вы к этому относитесь. И, вероятно, как только речь идет о том, чтобы защитить себя, как вы думаете, на совсем, с полной надежностью. Тут-то вы и начинаете действовать в себя во время, то есть, с одной стороны, выходите в ощущение, что с другой стороны нет. Да, с другой стороны, вы сами же себе это запрещаете. Именно потому, что вы себе это запрещаете, вы постоянно к этому стремитесь. Эм, важно это с тем, что ваша цель недостижима, как я уже сказал, достичь ее невозможно. Но, при этом, при том, что достичь цели невозможно, вы ее достигаете во время и обретаете какую-то стабильность именно в процессе достижения, как вы думаете о этой цели. Потому, что ничего другого у вас нет. Дальше. Изобретная ошибка из детства связана с тем, как относилась к ошибкам ваше окружение. Страх ошибки связан с нарциссизмом. У вас не полный мир. Но есть нарциссизм. А если лучше я не буду что-то делать, да, лучше я что-то брошу, чем потерплю неудачи. Именно страх неудачи стоит за тем, что вы себе объясняете, что вот это не будет скоро актуально и так далее. Вот. Что касается того, что вы достаточно уверенный в себе человек, мне кажется, что здесь это больше продукт рационализации, нежели чем действительно того, что вы в это верите. Мне кажется, так. Больше в этом дело. Потому, что вот при том, что вы описали, при том, что вы о себе написали, я склонен думать, что если бы вы с точки зрения рационализации не пришли бы к тому, что вы уверенный в себе человек, то вряд ли бы вы действительно о себе думали так, что вы уверенный в себе человек. Опять же, даже по тексту получается, что вы как будто попытаетесь себя успокоить тем, что вы уверенный в себе человек. Вот. Ну, в принципе, вот всё. Пора полечить голову, нет, нам достаточно будет психотерапия. Ваши опасения необратны и искать можно всю жизнь. А что ещё хочу сказать. Как у любого человека, которая была проблемами с личными границами, как у любого человека, которая была такими проблемами, вы действительно хотите наказать. Понимаете? Вам действительно может хотеть наказать. почему? Потому что через наказание можно получить ту самую определённость, которую вам так хочется. Так что вы можете, вполне можете хотеть, а… того, чтобы вас посадили, да, и того, чтобы с вами что-то что-то сделала. Поэтому… стоит вот такой момент. На этом, в принципе, всё, что можно сказать. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Пока! 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 Продолжение следует...